Пять причин выучить английский на вчера. Первое. Английский не преимущество, а требование современного мира. Это раньше можно было звонить по телефону, отправлять письма и регистрироваться на рейс в аэропорту. Сегодня все пишут в мессенджер, a message – сообщение, шлют эмейлы, e-mail – электронное письмо, делают check-in – регистрация на рейс. Вы не хотели, а он к вам пришел – великий и могучий English. Вы можете не знать французский, не владеть асперанто и не читать ни единого иероглифа китайского языка. Но если в вашем багаже знаний нет хотя бы базового английского, за пределами вашей страны вам будет нелегко. Как писала венгерская переводчица Като Ломб, иностранный язык – это единственное, что не бесполезно изучить даже плохо. И была тысячу раз права. Второе. English фильтрует родной язык и повышает культуру речи. Дефиниция, абстинент и триммер – это не просто слова иностранного происхождения. Все они есть и в русском языке. И мои студенты делают потрясающие открытия, обнаруживая их там по окончанию курса английского. Изучая язык, вы задействуете все ресурсы памяти, все, что знали, видели, слышали до этого в родном. И в один прекрасный день чувствуете, насколько расширился ваш словарный запас, не только в английском языке, но и в родном. Для вас становится очевидно, что дефиниция, definition – это определение от глагола to define – определять. Обстинент – это непьющий человек. To abstain from – означает воздерживаться от чего-то. А триммер – trimmer – это машинка для подстригания волос. To trim – подстригать, подравнивать. К слову, узнать свой общий словарный запас можно на сайте testurocab.com, пройдя тест за 5 минут. Второй побочный эффект английского связан с культурой речи. Если в родном языке вы можете работать в любом режиме от «совещание у президента» до «несу полную чушь», то иностранный заставляет крепко задуматься «С кем я говорю?» «Как обратиться?» «Как сказать?» «Как объяснить?» Именно поэтому те, кто изучил английский, используют намного меньше слов-паразитов в русском или украинском. Их речь нередко чище и осмысленнее, чем до изучения языка. Третье. Развязанные руки за границей. Не зная английский, при каждой поездке за границу вы вынуждены на кого-то полагаться. На сына, друга, родственника, переводчика. Вы прикованы к человеку 24 на 7, так как пока не можете взять в аренду авто или договориться о деловой встрече сами. Это ограничивает, напрягает, сковывает ваши действия в иностранной среде. Хотите чувствовать себя свободно там, сразу по прилету? Начинайте готовиться дома. Заранее. Хотя бы за месяц, а лучше за два. Четвертое. Внутренняя свобода. Именно с таким запросом как-то пришла ко мне на личное обучение успешная бизнес-леди из Днепра. Хочется внутренней свободы, и для меня она заключается в свободном владении английским. Для многих людей, предпринимателей, бизнесменов, людей брендов и настоящих мастеров своего дела, английский становится палочкой-выручалочкой, позволяющей выйти на новый уровень мастерства, личного развития и уровня дохода. Когда вы задыхаетесь от бизнес-возможностей родной страны и душа срочно просит англоязычный рынок, самое время задуматься об изучении языка. Пятое. Бизнес без границ. Когда ваши клиенты китайцы, партнеры французы, а подрядчики жители Поднебесной, так ли уж это нереально в условиях 21 века и постоянно меняющихся правил рынка? Отнюдь. Чем более узнаваемыми становитесь вы и ваша компания, тем больше предложений, контактов, заявок на партнерство поступает вам из-за рубежа. Принимать их или нет, открываться миру или довольствоваться постсоветским пространством решать только вам. Действуйте!